Ребята, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Граева, преподаватель по химии. И я, Жанна Казанская, преподаватель по биологии. Я сдавала ЕГЭ по биологии в далеком 2019 году. И сегодня мы узнаем, насколько же баллов я смогу написать ЕГЭ по биологии спустя 4 года. Жанна, как ты думаешь? Вообще, наш экзамен сильно изменился с 2019 года. Некоторые новые задания появились. Появились эксперименты. Эксперимент? Эксперименты. Да, почти как в химии. Ну, у нас, конечно, цвета не меняются. У нас вылупляются цыпленки или дентурируют белок, что-нибудь происходит. Нет, вот про дентурацию белка я, конечно, из химии даже что-то знаю. И еще у нас появились задания, где у тебя одна картинка сразу на два задания. Совместные, которые идут? Да, да, блочные. Ладно, мы сегодня посмотрим. Я не знаю, какие задания меня ждут сегодня и, по большому счету, надеюсь на удачу. А вы уже сейчас можете задуматься о своей подготовке, чтобы точно быть уверенными в своих знаниях и затащить ЕГЭ на сотку. Запись на новый учебный год в Омску уже открыта. Переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать подробности. Кстати, сейчас действуют скидки, и поэтому цены самые низкие. Ну, а мы начинаем. Так, первое задание. Нужно рассмотреть таблицу признаки живых систем, заполнить ячейку, вписав соответствующий термин. Иллюстрация клеточного строения. Здесь, что у нас? Здесь есть две собачки. Это собачка мама и собачка папа. И, получается, ребенки. Как интересно ты поняла, где мама, где папа. Это, короче, что-то с генетикой, то есть передается. А здесь признак. В мое время здесь были задания на методы. Сейчас уже добавили свойства живого. И вот тебе надо назвать одно из свойств живого, когда передаются гены из поколения в поколение. Типа наследование? Типа наследственность? Да. Итак, Таня заработала первый свой балл. Возможно, это единственное задание, которое сегодня у меня получится решить. Второе задание. В эксперименте исследователь планирует с помощью химических реагентов подавлять рост пыльцевой трубки у самоопыляющегося цветкового растения. Как при этом изменится количество созревших плодов и количество семизачатков? Мне нужна подсказка. Они подавляют рост пыльцевой трубки. Пыльцевая трубка – это та штука, которая ведет к семизачатку, правильно? Да. Внутри пестика. Внутри пестика. Значит, она не растет в целом, и туда штучка пройти не может. Да, надо вспомнить, что двигается по этой пыльцевой трубке. Как ты думаешь? Ладно, слишком сложный вопрос. Я точно помню, что семизачаток сидит вот внутри. Внутри. Соответственно, если мы перерезаем эти трубки... То чего не произойдет? Не произойдет оплодотворение, да. Соответственно, количество плодов 100% уменьшится, они же это все зачем-то делают, да, потому что просто не пройдет по этой трубке. А семизачатки от трубы никак не зависят, насколько я помню, поэтому не изменится. Да. Правильно? Правильно! Да, то есть у нас на трепестика находится пыльцевая трубка, которая прорастает из пыльцы, и по ней двигаются спермии. Спермия. Вот, соответственно, спермия не достигают семизачатков, оплодотворения не происходят, не образуются ни семена, ни плоды, но сами семизачатки как остались? Как так и остались. Да. Прекрасно. Два балла? Два за это задали? Да. А сколько порог первичных баллов? 16. Я думаю, ты пройдешь сегодня. Три уже, три. Клетки зародыша ржи-посевной содержат по 14 хромосом. Сколько хромосом имеют яйцеклетки ржи-посевной? А, ну, зародыш это диплоидный набор 14, а яйцеклетка гоплоидный. Получается 7? Это такое легкое задание? Да. Один балл. Реально? Да, да, да. А есть что-то посложнее вообще в этих вариациях? Сейчас есть новые типы заданий, там появились экологические пирамиды правил 10%. Хорошо. Так, четвертое задание. Сколько видов гомет формируется у родительского организма с генотипом ААББ? Слушайте, либо оно реально легкое, либо это подляна какая-то. А большое, Б большое, А малое, Б большое. Два только. Еще один балл. Ну, видимо, которые вот однобальные, они легкие. Вот на двобальном я уже такая что-то призадумывалась. Каким номером на схеме обозначена гастрола? Точно не второе и точно не третье. Ну, вот смотри, гастрола и есть бла... бластула. Бластула? Вот. А третье это нейрола. Да, все правильно вспомнила. Вы не видите, как вот они держат руки сейчас. Я очень сильно нервничаю. Восьмое, я считаю, я думала, что восьмое. Да, да. Восемь, я думала, что восемь. Восемь? Да. А семь что это? Под цифрой семь у тебя идет гаструляция. То есть мы видим, как только впячивается один из полюсов и образует внутренний слой. То есть это гаструляция, образование гастролы. А вот два листка из экта и энтодерма у тебя уже под номером восемь. То есть семерка, это как будто даже, ну это как стадия формирования. Мы не можем ее назвать, да, конкретно? Да, конкретно. Один балл. Нананай, нананай, нананай. Остановить соответствие между процессами и типами эмбриогенеза. А, это вот это, это вот эта парная штука. Образование кишечной трубки. Нет, ну в восьмом никакой еще кишечной трубки нет вообще в целом. Так это точно три? Да. Точно три идет. Ага. Закладка нервной трубки, это тоже три. Формирование осевых структур эмбриона. Что такое осевые структуры? Ну ось, вот она где находится? По? Посередине. А где еще осевые структуры, крем, поднимаешь? Кишечная трубка, нервная трубка, хорда, которая потом заменяется позвоночником. И где это все формировалось? Три, тоже три. Это слишком сложно для два и один. Развитие бластоцелия. А что такое бластоцель? Бластоцель – это полость у тебя внутри бласу. Дробление до стадии 32-клеточного зародыша. Где здесь 32 клетки? Ну в целом там 1, 2, 4, 16, 32, вот что-то там. Ну это получается единица. Да. Формирование первичной полости. Первичная полость. Ну бластоцель – это и есть первичная полость. А здесь что, одинаковые пункты? Г и Е? Не все же знают, что первичная полость – это бластоцель. А это бластоцель, да. А сколько за это задание? Я правильно взяла? Да. Сколько? Два балла. Если что, я занималась у Жанны. Из-за того, что есть какое-то основное понимание в целом, оно очень хорошо было заложено в голову. Я не знаю, что там дальше будет. Но пока что мне кажется, что все идет хорошо. А вот мы и пришли, собственно. Вот как говорится, не гори гоп, пока не перепрыгнешь. Здесь же ты выбираешь, нормально. Да. Какие из приведенных клеток имеют гоплоидный набор хромосом? Гоплоидный – понятно. Спермий цветкового растения. Спермий точно гоплоидный. Это половая клетка. Спора кукушкина льна. Кукушкин льон – это же, по-моему, не льон. Это же не покрыто семенной. Точно не льон. Что я тебе говорила? Вот эти вот все ботанические, вот эти все штуки, типа циклы. Я не знаю, как у всех, но для меня это была самая проблемная история. Я ее постоянно забывала. Давай второй пока опустим. Вот смотри, зиготы акулы точно нет. Зиготы – это оплодотворенная уже история, поэтому три точно не подходят. Клетка, заростка, папоротника. Насколько я помню, с папоротником там какая-то маленькая мелкая штука. Вот этот заросток, видимо, он гоплоидный. Да, гоплоидный, вот он гоплоидный. Я так, знаете, спрашиваю, типа. Клетка спорофита сфагнума. Спорофит точно 2N. Точно 2N. Спорофит. Это коробочка какая-то. Это мох. Ну да, 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 2N, коробочка 2N. Ну ладно, пусть будет 2N. Ты меня спрашиваешь? Я пытаюсь играть против правил. Клетка эндосперма цветкового растения. Чего? Здесь можно грустные мемы ставить. Что такое эндосперма? Эндосперма – это запасное питательное вещество. Образуется оно тоже параллельно. При образовании зиготы происходит двойное оплодотворение. Один сперми идет к яйцеклетке. Другой сперми – к крупной центральной клетке. Сим-зачатка. И происходит два оплодотворения сразу. Получается, она будет 2N. У нее диплоидный набор. На самом деле даже 3N будет. 3N. Потому что крупная клетка содержала 2N набор. Сперми еще 1N. И суммарно будет 3N. Шестой нет, значит. И вот второй. Вот я сейчас его выбрала, этот второй. Просто потому что остальные нет. Помним, что и гаметы, и споры всегда гаплоидные. Ты могла даже не смотреть, кукушкин ли он, не кукушкин ли он, кому он принадлежит. Споры гаметы всегда гаплоидные. А спора фит – это тот, что выдает споры. Да. И вот он диплоидный. Он будет, да, из зиготы, потому что развивает. Вот я вот здесь путаюсь. Ну ладно. Все, решила уже. А, да, один? Два. Два? Да. Ну если без моих подсказок, то два. Ну один. Один хочу. Один поставим. Ну я бы здесь точно провалила. Вот синтез первым я бы скорее всего провалила. Установите последовательность процессов световой и темновой фаз фотосинтеза. Так, световая сначала. Идет. У нас есть фиксация углекислогаза, образование NDEFH, образование глюкозы, синтез крахмала. 3-4 мы точно ставим в конец, потому что образование глюкозы, синтез крахмала – это то, с чем все заканчивается. Фотосинтез воды, образование NDEFH. Вот насколько я помню, чтобы образовался NDEFH, нужно, чтобы был H. А чтобы был H, его надо получить откуда-то. И вот здесь фотосинтез воды, во-первых, он свет, фотосинтез. Есть ощущение, что надо поставить фотосинтез воды первый и потом образование NDEFH. 5-2. Но! Я начала с двух концов, потому что я не помнила, где происходит фиксация углекислогаза. Поэтому я ставлю единицу сюда, в центр. Но по логике мы все правильно сделали, не должны идти после NDEFH. Но как эта вся история происходит, я уже не помню. Все правильно. Да? Два балла. Вот там, где одна цифра, там один балл. А, там один балл. Да. Там, где много, два балла. Фотосинтез воды тебе дает как раз водороды. Потом водороды присоединяются к NDEF. Потом фиксируется углекислый газ. И из CO2 водородов энергии световой фазы синтезируется глюкоза, а потом крахмал. И АТФ, она в моменте фиксации углекислогаза задействуется, нет? АТФ образуется у тебя, когда перемещаются электроны. То есть она как бы на протяжении всей световой фазы почти образуется. Ой, смотрите. Ага, тоже парное задание. Да, да. Рассмотреть задание 9 и 10. Рисунки под каким номером изображен организм, который строит ловчий сеть? Чумьем какой-то. Ну, это же пауки. Да. Найди. Ну, шестой, это паучок. Да, он тут один. Да, это точно. И мне кажется, что... А, подожди, а вот два, например, это кто? Это клещ. Молодец. Клещ, клещ. С кем надо ходить в лес? Так, ну, шестой, да, здесь единственный только... Один балл. Нам, нас просят 1, 2, 3, правильно? Вот тут установить соответствие между характеристиками. Знаешь, как я обычно делаю такие задания? Я сначала подписываю, что под цифрами, и потом уже фокусируюсь чисто на задании. Так, один это муравей, два это клещ, три это скорпион. Смотрим. Установить соответствие между характеристиками организма. Питается кровью позвоночных животных, это клещ. Так, отлично. Имеет три пары ходильных ног. Это насекомые. Из насекомых тут муравей. На самом деле, можно просто посмотреть на картинку и посчитать количество ног. Муравей у нас единичка. Содержит ядовитую железу в последнем отделе тела. Ну, это скорпион, что-то задание на эрудицу. Некоторые особи крылатые, но это муравей. Реально задание на эрудицу. Состоит из головы, груди и брюшка. Вот это я четко помню, что только насекомые. Способствует распространению энцефалита клея. Это задание на, ну, типа, вот такое. Шаришь, типа, жил в деревне. Ну, слушай, мне кажется, что не все бы клеща узнали. Муравья, да? Скорпионы тоже, да? А вот с клещом могли бы быть проблемы. Я очень сильно боюсь насекомых и клещей. А клещи и насекомые, как мы понимаем, это разные вещи. Да, я так напомнила вам, что клещ – это паукообразная. Да, да, да. А что, все правильно? Все, да, все правильно. Два балла. Два. Отлично, два балла. Ой, это штуковина. Я помню, мы разбирали с тобой эти картинки. Я помню, что вот это большое раскрытое вот это что-то, это значит, что ветровое пыление. Угу. Нужно выбрать три верных ответа из шести. Какие функции выполняет цветок злакового растения, изображенного на рисунке? Защита от насекомых и вредителей? Нет, вообще нет. Вот надо что-то по ветру сразу искать. Половое размножение – да. Как и любой цветок. Как и любой цветок. Обеспечение ветра и опыление – да. И здесь еще вынесены вот эти штуки. Да. Тоже ветровое. Образование большого количества легкой пыльцы – да, потому что ветровое. Привлечения насекомых и опылителей – нет, потому что цветок, типа, не яркий, не красочный. А выделение нектара – тоже. Ну, типа, там же не насекомые. Да-да-да, все правильно. А вот защита от насекомых и вредителей – это вообще кто делает? Ну, это околоцветник, как раз-таки, может быть, лепестки, чашелистики. То есть, этот цветок закрытого типа должен быть. Он должен быть такой махровенький цветок. А здесь, ну, ничего нет почти. Вот очень хорошо, что мы разбирали картинки с тобой, потому что эту картинку я запомнила надолго. Их вообще стало гораздо больше. В целом? Ну, по варианту, да. Картинах стало больше. Два балла. У этих заданий я обожаю. Установить последовательность систематической группы организмов. Это самые изичные задания для меня. Это я точно должна сделать. Наверное, за это один балдует. Начиная с самого низкого ранга. Низкий – это вид. Вид у нас подсолнечный клубоненосный топинамбур. Потом рот – это подсолнечник. Растения покрытые семенные двудольные. Сложноцветные семейства. Двудольные. Не помню, как это называется. Класс. Покрыто семенный отдел. Да. И растения уже этот… Я сейчас постараюсь вспомнить растения, растения, растения. Есть монарх. Он по-другому называется. Царство. Хорошо. Тоже два. Так приятно. О, вот с анатомией, кстати, у меня получше как будто бы, чем с ботаникой. Какой цифр на рисунке обозначена диафрагма? Ну, это шестое. Вот оно. Угу. Красотка. Правильно, да? Да. Один балл, кстати. Далее у нас 14-е задание на соответствие между характеристиками и структурами. Единичка – это носовая полость. Верно. Двойка – это что? Гортань. Гортань. А три – трахея. Да, два – это гортань. Как раз там надгортанник мы видим, как он закрывает полость. Ага. Способствует первичному очищению увлажнения вдыхаемого воздуха. Ну, это носовая полость. Предотвращает попадание пищи в дыхательные пути. А трахея – это уже дыхательные пути? Да. А гортань – это передыхательные пути. Ну, нет, они на самом деле оба относятся, просто там вот этот хрящ есть. Надгортанник, ты сказала. Да, как он разукрывает. Содержит обонятельный рецептор. Ну, это носик. Содержит надгортанник. Спасибо. Распоблировали. Да. Надо было молчать. Образована хрящевыми полукольцами. Это трахея, там даже, по-моему, видно ее. Ну, не видно то, что полукольца. Ну, на самом деле, они не замкнуты сзади, да. Так, эта трахея осуществляет голосообразование. Гортань. Да, конечно. Гортань. Я так еще думаю. Бабал. А я хоть что-нибудь неправильно решила? Да, я тоже все, я такая уже напряглась, думаю, так, у нас еще новый преподаватель по биологии сейчас будет. Там, на самом деле, если бы я сидела без Жанны, никто бы не отвечал на мои уточнения, и я бы уже все. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблице цифр, под которыми не указано. Чем может быть вызвала она плоскостопие у человека? У меня плоскостопие. Я сейчас, я должна это тащить. А мама говорила, не пригодится, лечи. Чем может быть вызвано? Частым длительным стоянием 100% да, потому что ноги болят. Хождение босиком по неровной поверхности. А вот это лечение плоскостопия. Все-таки послушалась маму. Неправильная поза за письменным столом. Это сколиоз. Избыточная масса тела. Нет, это не про меня. Ну, может быть, в детстве, когда эта плоскостопия зародилась. Избыточная масса тела, это логично, потому что у тебя давит же с большей силой, и стопа плоская становится. Ношение узкой обуви, да, меня за это прям ругали. Я носила эти ортопедические, вот эти дурацкие стельки. И вот ношение узкой обуви, оно плохо влияет. Защемление нервов и нервирующих мышц бедра. Тогда, наверное, ты становишься этим из доктора хаоса, который хромает. Слушайте, ну, если бы мне на ЕГЭ попалось задание на плоскостопие, я бы его решила, но тогда не было таких заданий. Мне кажется, если бы тебе даже попалось во второй части, ты бы написала. Причины сама. Ну, возможно, не все бы вспомнила, но написала. Мне кажется, поэтому нет во второй части задания про сколиоз. Просто очень популярная штука, мне кажется, многие шарят за сколиоз. Видите, мой уровень как бы ограничивается болельщикой. Бабала. О, это тоже. Это я в универе проходила, поэтому это тоже знаю. Остановить последовательность передачи нервного импульса по дуге условно-слюноотделительного рефлекса собаки на звонок. Ты это точно мне рассказывала. Но вот совсем вот в этом семестре у нас началась физиология высшей нервной деятельности. И мы опять еще раз это проходили. Да, я уже пятый раз этого Павлова прохожу. Так, значит, у нас идет подача сигнала, это звонок, а потом все это поступает. Там идет уже потом передача на слюнные железы. Значит, у нас сначала идет звук, это рецепторы улитки, это первое. Здесь есть слуховая зона в коре больших полушарий, есть чувствительные нейроны, чувствительные нейроны, и потом слуховая зона. Ну а потом наоборот, опять от мозга уже к слюнным железам, слюноделительный центр, и потом слюнные железы. Но это потому, что я шарю. А вы говорите, что ваше образование не пригодится. Вот оно пригодилось. Два балта? Да, два балта, правильно. Выберите три приложения, в которых даны описания физиологического критерия вида лягушки озерной. Там еще критерии есть. Озерная лягушка обитает на большей части Европы и Передней и Средней Азии, Северной Африки. Вряд ли это относится к физиологии. В брачный период у озерных лягушек активно функционируют половые железы, образуются половые гормоны и гометы. Но это уже ближе. Но ты помнишь, что такое физиология? На самом деле, определение физиологии я не помню. Но физиология – это функционирование внутренних органов. Да? Вот. Поэтому вот так вот. Ну, второе – да. При гометогенезе у самки образуются яйцеклетки с запасом питательных веществ. Ну, типа, тоже да. Но я не уверена, потому что здесь прям про органы написано не было. Максимальная длина тела самки составляет 17 см, а у самцов может достигать 12 см. Что-то мне не кажется, что это физиология. Морфология – это части тела и параметры. Да, строение. Половая зрелость у особей данного вида наступает в возрасте 2-3 лет. Пытаются лягушки насекомыми, моллюсками, а также могут поедать головастиков своего вида мелких молодых млекопытающих. Я прочитала полностью. Первое – точно нет, потому что это география. Это географический критерий вида, получается. Да. Вот как я вообще все помню? Она вспомнила, да-да-да. Я не понимаю, как это работает. Морфология в русском языке – это же вот эти морфемы все, и типа части, части слова, и здесь части тела. Ну и параметры, естественно, тела. Четвертое – до свидания. Половая зрелость. И вот питаются лягушками. Вот может быть, правильно, может быть, нет. Экологически как будто. Да? Да? Ты все правильно помнишь? Что из них экологически? Питаются лягушками насекомыми. Все, что связано с взаимодействием одного вида с другим или как он приспосабливается к своей среде обитания – это диадаптация… Нет, это эволюционный какой-то. Сами вот эти диадаптации, если ты называешь, да, вот такие вот листочки, которые помогают поменьше испарять. Вот это будет тоже экологический критерий. У нас осталось 2-3-5. Это методом исключения. 2 балла. Выберите 3 верных ответа из 6 и запишите в таблицу цифр, под которыми они указаны. Какие из перечисленных действий человека приводят к опустыниванию? По ощущениям, это все приводит к плохим вещам. Да, но это все вредно, понятно. Надо выбрать, что конкретно приводит к опустыниванию. Что такое опустынивание, как ты думаешь? Ну, когда земля без растений. Все правильно. Так. Теперь дальше. Что на это прямо будет влиять? Гербициды? Да. И циды. Все, что цид – это убивание, да, действительно. Гербициды – это то, что будет убивать сорные растения. Сорные растения. Да, да, да. Но не все. Ну, возможно, и все. Ядохимикаты, которые действуют на растениях, короче. Ну, да, получается, чрезмерное использование гербицидов, приводок. Да, там же чрезмерное, значит, на всех будет действовать. Интенсивное земледелие. Вот как будто это что-то из разряда, ну, неплодородная почва станет. Ну, сорнякам-то на ней что же, они будут расти дальше. Нет, ну, оно же для всех неплодородное станет. Все минеральные вещества из почвы будут изъяты, и, соответственно, никто не растет. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится, это понятно. Загрязнение водоемов отходами промышленности. В водоемы тут при чем? Вот. Правильно. Идем дальше. Перевыпуск кота на пастбищах. По сути, они могут втоптать. Да, так и есть. Истребление животных никуда. Сброс точных вод тоже никуда. Но я считаю, за это задание надо поставить ноль. Я бы с его не решила. Один балл можно, мне кажется. Один. Вот я бы про гербициды сидела бы, в соображалку соображал. Так, сейчас я вспомню свои мнемонические техники. Надо установить соответствие между признаками, сравнительно анатомическими доказательствами эволюции. Смотри. Гомология – это значит, был исходный какой-то вариант, и он преобразовался. Схожий набор. Ну, в общем, у них основа одинаковая, а дальше там уже разные, типа, конечности, например, какие-нибудь. А аналогичные органы – крылья птицы и крылья бабочки. Они не родственные, но они сошлись. Да, да, они не родственные. Как аналоги. Давайте смотреть на примеры. Клубни картофеля и корневые шишки георгина. Так, давайте пропустим. Я помню, что клубы нет, а побег. Передние конечности крота и ласты кита. Крот и кит – они кто? А рассуждает она прям, как я учила, а не как она помнит. Ну, смотрите, правильно? Вот давайте по логике думать. Крот, он что, этими конечностями роет, а кит что, плывет? Действия разные, значит, органы не аналогичные, они будут гомологичные. Колечки кактуса и листья земляники, а вот это уже гомологичные органы. Что то, что то листья. Правильно. Листья смородины и усики гороха. Смородина листьями что делает? Смородина ничего листьями не делает, она у нее просто есть. А усики гороха, он цепляется им. Ну, это тоже листики же, что то, что то листики. Помнит, помнит. Ой, легочные мешки паука и легкие лягушки. И тем, и тем дышит. Так. Значит, аналогичные. А что, гомологи могут выполнить одну функцию? Ну, надо подумать. Паук – это членистоногая, а лягушка – земноводная. Родственные ли это организм? Ну, типа, сильно не ростственные. Да, сильно. Сильно не ростственные. Одни безпозвоночные, другие – позвоночные. Клубни картофеля, корневые шишки, георгина. В клубни картофеля что-то запасается. Вот я могу предположить, что в корневых шишках георгина может быть тоже что-то запасается. И почему-то, когда я представляю георгин, я представляю дерево. Я неадекватная, да? Георгин – это же гостиница маленькая. Корень, корень, она же орган, корень. А клубень – это побег. Аналогичный. Я ставлю единицу, я не знаю. Два балла. Корневые шишки – это видоизменение корня. А что еще побег? Луковица. Луковица. Корневище. Корневище. Все. Установите последовательность этапов пастбищной пищевой цепи выедания в пресном водоеме. Цапля, циклоп, головастик. Типа, кто кого ест. Да? Цапля – самое здоровое, цапля будет в конце. Цапля съест окуня. Или циклопа. Циклоп – это же вообще маленькая, это же, которая в спонж-бобе. Окунь съест головастика. Кто больше, головастика или циклоп? Головастика. Правильно. И циклоп питать одноклассными водорослями. Ну вот это тоже задание на логику. Типа, что больше? Ну надо знать, что такое циклоп. А чтобы это знать, надо смотреть по айбобу. Вот какой вывод сделал Таня. На мультики смотрим. Два балла. Рассмотрите рисунок со схематичным изображением деления ядра клетки. Тип деления, фаза, деления, процесс. Ну это не митос. Может это и митос, кто бы знал. Не, ну биваленты по ощущениям в миозе как будто вот эти. Вот смотри, зачем хромосомы выстрелились друг напротив друга? Чтобы произошел кроссинговер. Так, когда он происходит? При миозе. Так, значит это? Миоз. Так, отлично. Ты не помогаешь, ты мне подсказываешь. Миоз. Ну спирализация хромосом точно нет. Параллизируются они. Вот что ты видишь? Что они сделали? По экватору что ли выстроились? Да, по экватору. Вот там где. Выстраивание бивалента в зоне экватора 6. Подожди, подожди. Это процесс. Я тебе подсказала. Фаза деления. А здесь два варианта. Либо метафаза 1, либо метафаза 2. Метапромежуточная. Ты не помнишь, где кроссинговер происходит? В начале или в середине миоза? В середине. Метафаза 1, 3, 3, 3. Ты меня спрашиваешь? Ну да, все, все. Да? Да, да. Да блин, как? В начале. Крессинговер происходит в начале. Метафаза? Профаза. Но вот у тебя как бы после профазы они вот так прям выстраиваются по экватору. И это метафаза первого деления. В 11 классе, когда я уже устала, мы проходили теоретики. Все метафазы и миоза. И я эти вебинары не смотрела. И на экзамене во второй части, не в первой, даже во второй, мне попало задание на миоз. И я жестко затупила, потому что там была картинка какая-то. Ее надо было прямо писать. Поэтому, ребята, я тоже была вот тем самым учеником, который пропустил парочку, троечку, четверочку занятий по миозу. И сколько их там было. Но вот я помню, что метафаз миоза я пропустила. Проанализируйте таблицу реакции ам... Я читаю реакция маньяков на загрязнение воды. На загрязнение воды 3-фенилфосфатом. Ну, это моя тема. Давай. Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Так, у нас есть концентрация 3-фенилфосфата. У нас есть число выживших мальков. Количество вылупившихся икринок. Частота нарушения развития. Частота сердечных сокращений. Видимо, мальков. Масса тела мальков. Частота сердечных сокращений у мальков при отсутствии ТФФ выше, чем при добавлении ТФФ в различные концентрации. Да. Вот у нас есть и нулевое. Если нулевое, то здесь 171. А если любые другие, то ниже. Первое? Да, выберем первое. ТФФ ядовит как для мальков, так и для взрослых рыб. Ты это из курс химии должен знать? Нет. Трифенилфосфат не разбирается на ягодочке. Ну, и здесь вот идет число выживших мальков. Количество вылупившихся икринок. Частота нарушения развития этих же мальков. И частота сердечных сокращений мальков. Здесь реакция мальков. Здесь про взрослые особи вообще ничего не сказано. А тебе нужно выбрать утверждение, которое нужно сформулировать на основании именно данной таблицы. Типа неправдивые, а вот те, которые можно. ТФФ в определенных концентрациях может оказывать положительное влияние на мальков. Какое положительное влияние? В эксперименте была выявлена зависимость между концентрацией ТФФ и частотой нарушения развития мальков. Тоже у меня есть вопросик. Ну, 15. Правильно, правильно. Ну, мы не можем сказать, была там ошибка или нет. Мы же не знаем. Типа, что они там делают. Да. Поэтому 2 балла. Экспериментатор решил изучить влияние рентгеновского излучения на организм дрозофилы. Для этого он облучал популяции из тысячи мух разными дозами рентгеновского излучения. Результат эксперимента показан на графике. Частота летальных генов, доза рентгены. Какая переменная в этом эксперименте будет независимой, задаваемой экспериментатором, доза реагента. Это такая ответила быстро? Вау. У меня в университете был такой предмет, который назывался математическая статистика и обработка данных. Там я поняла, что такое x, y, и почему я никогда не буду статистикой. А какая зависимая изменяющаяся в эксперименте? Это число летальных исходов. Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля в этом эксперименте? Отрицательный контроль – это экспериментальный контроль-опыт, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию сохранения всех остальных условий. Ну, это получается экспериментальному воздействию сохранения… Это контрольная группа, которая не поддавалась облучению. И, типа, сколько из них померло? А в чем вопрос? Какие два условия… Какие два? Какие два? Одно условие ты назвала уже, на самом деле. А, отсутствие рентгеновского излучения. Излучения, да. Какие два условия должны выполняться при постановке отрицательного контроля в этом эксперименте? Ну, возможно, они тоже должны находиться в лабе. Вот как это все вместе назвать? Ты берешь муху, можешь ли ты в контрольную группу взять бабочек? Нет. Можешь ли ты в одной группе взять самок, а в другой самцов? Ну, здесь, короче, чтобы группы были однородные и репрезентативная выборка была, правильно? Они должны быть взяты из одной исходной группы. То есть они должны быть идентичны? Да. Ну, то есть у нас называется такая формулировка «все остальные условия должны быть неизменными». То есть первое условие – отсутствие рентгеновского излучения. Второе – это все остальные условия те же. И есть еще один вопрос здесь. В какой цели необходимо осуществлять такой контроль? Ну, контрольная группа нужна для того, чтобы подтвердить, что есть зависимость между числом летальных генов и дозой рентгена. В общем, чтобы минимизировать возможную зависимость от другого какого-то показателя, от какой-то другой переменной. Все правильно. То есть это надо просто до конца сформулировать, то, что ты, во-первых, подтверждаешь зависимость двух переменных между собой и говоришь о том, что какая-то там третья переменная не влияет на ход эксперимента. Да. 24-е. Какие биологические явления демонстрируют данный эксперимент? Какова роль этого явления в эволюции? Это где? Вот, это блочное задание во второй части. Опять? Какое биологическое явление демонстрируют данный эксперимент? Какова роль этого явления в эволюции? Для гоплоидных или диплоидных организмов это явление будет более значимым? Ага, я поняла. Это значит, вымирают слабые у нас. Вот это вот, естественный отбор. А вот это что-то? Нет. Мутация? Ну, вот появление мутаций, так, это как будет называться? Под действием рентгена мутагенэс. Молодец. Не-не-не, ноль. Дальше. Для гаплоидных или диплоидных организмов это явление будет более значимым. Для гаплоидных. Если мутация у них произошла, то она сразу в фенотипе видна. А у диплоидных нет. Да. Все правильно объяснил. Все. Давай от ничего. Один получился балл. Вообще здесь три балла. Какое биологическое явление демонстрирует данный эксперимент? Ну, мутагенэс, ладно, ты не вспомнила. А, мутагенэс, нет. Какова роль этого явления в эволюции? Дает материал для естественного отбора. Да. Вот как раз здесь самое время сказать про мутацию, настоятельственную изменчивость, то, что все организмы становятся разными, и в результате борьбы за существование кто-то выживает, кто-то нет, и таким образом идет естественный отбор. Это вот прям все надо написать? Ну, желательно, да, там в минуте. Определите типы фазы деления клетки, изображенной в рисунке, учитывая, что исходная клетка была диплоидной. Это твоя любимая. Это прям поздно. Не, ну типа это минус, можно даже не питаться. Для большинства животных характерен способ питания, при котором пища переваривается в пищеварительном тракте. Однако у некоторых животных, например, у широкого лентеца, это листы, гемит, точнее, и взрослые особи бабочки, павлинные глазки, отсутствует рот и кишечник. Рот отсутствует также у личинок рыб, в первую неделю после выхода из икринги. Хорошо, спасибо за историю. Каким образом эти организмы получают питательные вещества? Скажите два процесса, в которых клетки этих животных используют мономеры органических соединений питательных веществ. Давай начнем с первого вопроса. Как кушать, если нету рта? Это очень странный ответ. Всасывать поверхность тела. Кто вот из них будет всасывать поверхность тела? Лентец. Да, потому что он... Обитает в кишечнике. Да, и там уже пища переваренная, можно впитывать ее прям всей поверхностью тела. Это я прям говорю, типа лентец, всасывает поверхность тела. Верите жону с собой на экзамен, а вы даже если не знаете, она на поверхность ответ наталкивает всегда. Взрослые у вас и бабочки, павлинные глазки. Вот я тебя спросила, как можно питаться, если нету рта? Первый вариант ты мне сказала. Есть какие-нибудь еще варианты? Нету. Значит, может быть, они не питаются? Может быть, они не питаются. Нету рта, значит, и не питаются. В каком случае ты можешь не питаться несколько часов? Если ты живешь один день. Если у тебя жизнь один день, да, очень грустная жизнь, ты еще и не кушаешь. Ну вот смотри, ты ушла утром из дома и целый день не питалась. Вот за счет чего ты живешь этот день? Внутренний резерв организма. Так, значит, у этих... Организмов есть внутренние резервы. Вот давай теперь подумаем, откуда у бабочки внутренний резерв? Она гусеницы все съела. Да? Она гусеницы съела, я забыла, что бабочка... Гусеницы очень прожорливые, вот они наедаются, становятся толстыми. И бабочка потом там доживает. А рыбки, личинки, ну у них личинка, получается, была. У личинок рыб? Подожди, какие личинки рыб? А, эти личинки. Да. И тоже сказано, рот отсутствует также у головастиков первую неделю после выхода из икринки. То есть потом появляется, но первую неделю они как-то без рта обходятся. Там икринка была. Вот и все, ну я тебя наталкиваю. Да, я поняла. Укажите два процесса, в которых клетки этих животных используют мономеры органических соединений. Два процесса. Что является мономером? Моносахариды, глюкозы, рибозы, дезоксири, бозы. Я все химии перечисла. Ты 10 минут не сидели, пока Таня рассказывала углеводы. Ну и аминокислоты, белков там. Вот для чего они нужны? Ну белки они используют для строительной функции, регуляторной функции. Все, что в организме есть, это белок. Для чего нам нужна глюкоза? Почему мы кушаем? Она участвует в выработке энергии, которую мы используем. Как называется энергия в нашем организме? Все, правильно. Я считаю, за это задание надо поставить ноль. Я бы не ответила. Главная функция аппарата Гольджи – сортировка проходящих через него белков. Для чего далее используются белки, созревающие в аппарате Гольджи? Приведите три примера. Ну смотри, у тебя здесь не просто про функции белков. Сейчас ты, наверное, хочешь мне просто все функции перечислить. Сортировка проходящих через него белков. Для чего далее используются белки, созревающие в аппарате Гольджи? Сразу кину один вариант. нейромедиаторы вот эти, которые в синапсах. Потому что там как раз-таки вот эти вот нейромедиаторы, они выделяются, и это нервный синапс, обеспечение функционирования нервного синапса за счет выделения нейромедиатора. Это бы мне засчитали как один пункт. Ну, нет, это как пример. Один из примеров. Ну, как один из примеров бы засчитали. А Гольджи формирует лизосомы. Вот эти. И лизосомы отвечают за переваривание в клетке. Ну, типа, за что-то там. В общем, образование лизосом и дальнейшее функционирование лизосом в клетке по расщеплению чего-нибудь. А в лизосому что находится? Как с белками? Ферменты, ферменты там находятся. Так, а ферменты они кто? Это тоже надо обязательно себе прописать. Потому что здесь же, видишь, у тебя про белки. Для чего далее используются белки, которые созревают? Аппарат Гольджи формирует лизосомы, в которых содержатся белки-ферменты, используемые для расщепления других веществ в клетке. Нормально попримерно? Нормально, нормально. Дальше. А ферменты, это же железы тоже? Ммм. Аппарат Гольджи формирует ферменты, используемые в пищеварительной системе для переваривания пищи. И выделяются они пищеварительными железами. Точнее, он их упаковывает. И в нем дозревают вот эти ферменты, которые потом будут выделяться в составе пищеварительных соков. И три я назвала, три хватит. Ну, вообще можно еще побольше сказать, да. Можно сказать то, что некоторые белки, которые созревают в аппарате Гольджи, они потом встраиваются в состав пазматической мембраны. А, в эти белки, как они называют? Транспортеры? Да. Ну, вообще любые там и белки каналов и так далее. О, белки каналов. В клетках эндотелия сосудов или поджелудочной железы сильнее развит аппарат Гольджи? Ну, поджелудочная железа, естественно. Потому что поджелудочная железа, это железа смешанная. Смешанная, потому что она вырабатывает еще инсулин, который в кровь идет. Да, инсулин это кто? Гормон. А по природе? Белок. Да. То есть у нас еще и железы, которые будут выделять гормоны, не все, но некоторые гормоны являются белковые тоже. И здесь тоже аппарат Гольджи нужен. Я вспомнила еще один пример. Можно сказать то, что в аппарате Гольджи помимо лизосомы образуется еще один органоид. Я не помню, уже был он в 19 году или нет на ЕГЭ, пероксисома. Нет. Это тоже пузырек с пероксидазой, с ферментом. Он сейчас активно есть в заданиях. И он тоже образуется в аппарате Гольджи. Ну, в общем, здесь ответ поясницы. Соответственно, я должна написать, что в клетках эндотелия сосудов менее развита парат Гольджи, нежели поджелудочная железа. Потому что поджелудочная железа, это железа смешанной секреции, которая производит гормоны, которые по природе тоже являются белками. А эндотелий сосудов, он что делает? Он выполняет просто функцию структурную, строительную какую-то, проводящую, что-то там, вот. И сколько мне тут дадут? Вообще максимально здесь 3 балла. Но как? 1. Максимум 2, мне кажется. Два. Там по-любому и осталась ген-задача. Кстати, не факт. В 28 номере в следующем может быть не только он. Давай смотреть. Это все-таки биосинтез. Ну, это вот задание, которое надо знать, как по алгоритму делать. И термин тоже знать. И оформлять правильно. Да, потому что на биосинтез у нас уйдет, наверное, минут 30. Но у Тани уйдет больше. И не факт, что у нас все равно это все вспомнит и решит. Ген точно решу, но буду долго копаться сидеть. Но решу 100%. Кстати, вот этот тип задач, он появился уже после того, как ты сдала. Это следующий год, 20-й. Когда два гена сразу в хромосоме. Тогда я не решу это. Но все равно Таня очень много решила и с первой части. И что-то даже удалось ей. Она очень хорошо решила 23-ю с экспериментом. Давай посчитаем баллы мои. И по итогам нашего сегодняшнего мероприятия мы выяснили, что я напишу экзамены 42 первичных балла, что... Эквивалентно 69 вторичным баллам. Как вы думаете, Таня поступит куда-нибудь еще? Хочешь, что вы уже связаны с биологией? Нет, нет, нет. Это было очень увлекательно и интересно, на самом деле. Жанна, как вы оцениваете мои способности сегодня? Слушай, остаточные знания у тебя прям очень хорошие. У тебя очень хорошая память. Но мне кажется, больше здесь Таня работала логикой. Плюс она еще периодически так на меня поглядывала. Смотрела на мою реакцию. Правильно или неправильно. Задавала уточняющие вопросы, да. Да, да, да. Ребята, ну а вы для того, чтобы не спрашивать Жанну постоянно, каждый раз о том, что же все-таки ответить в этом задании, лучше записывайтесь к нам на новый учебный год в Умску. Ведь запись уже открыта. Все подробности можно узнать в описании к этому видео. Переходите и узнавайте, записывайте сейчас самые-самые низкие цены. Кстати, если вы хотите посмотреть полный разбор этого варианта, в том числе с номером 28-29, у меня на канале есть разбор. Это открытый вариант FIPI 23 года. И ссылочку мы оставим обязательно где-нибудь на видео. Ищите в описании. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал и также на канал Жанны, потому что в следующем году вам можно давать ЕГЭ по биологии. Все ссылочки будут в описании. Ну а вам прекрасного, хорошего вечера. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии, какие видео еще вы хотите увидеть на канале у Тани. Всем пока-пока!